всем привет добро пожаловать на мой канал сегодня хочу показать распаковать вот такие вот новые новую бумагу от talents royal talents rembrandt сейчас я ее покажу открою и обсудим я купила в боснире было когда в четверг боснире и купила там вот эту бумагу давно хотела ее попробовать кстати я уже даже заказала себе такую серую потому что я большинстве на сером рисую вот она серая бумага вот тонет industrial grey rembrandt royal talents это она же самое вот просто их несколько industrial grey вот он до мистикал blue royal blue какой-то из них а вот этот на грей и белый и тут и тут белого к сожалению очень много это варм то есть теплые цвета это холодные цвета в той-другой пачке много белого мы сейчас все это посмотрим итак открываем эту бумагу я впервые увидела на на выставку это успели к выставке на мессе транспорте когда я была выпросила там несколько листочков по кругу она мне понравилась и вот я хотела ее купить и попробовать вот это белая бумага кстати очень плотная сколько тот у нас грамм на метр это 180 грамм 180 грамм это бумага микс медиа да то есть она для всех медиа подходит единственный минус что в этой пачке очень много белых листов я на белом редко рисую вот не знаю что я буду с белыми делать вот ну остальные вот те которые мне как раз интересно это вот такой вот за секольный такой очень цвет мне нравится очень такой зелененький тоже очень интересный цвет такой зелененький и вот такой вот сангина красный вот очень обязательно них чем-нибудь нарисую покажу вас вот так на ощупь она довольно таки плотно 180 грамм да и вот с одной стороны она более гладкая другой более немножко шершавая попробую на той на другой стороне как на нее ложится пастель потому что я пастелью и уголь хочу рисовать тут написано что для всего пастель акрил гуашь этот инк как он называется господи чернила то и уголь попробую вот это теплые цвета еще отдельно пачку серых дела потому что я на серых очень много рисую они мне очень быстро кончаются вот я делаю всякие нарисовочки серой бумаги и прямо на меня реально быстро летит вот это холодные цвета здесь у нас серый вот который я еще отдельно заказал мне он очень понравился что он такой светленький у меня я сейчас на котором я сейчас рисую он это клэр фонтейн вот такой вот такой серый он очень темный видите вот я хочу вот на этом тебе портреты рисовать на более светлым перейти на вот этот свет именно поэтому я купила потому что все остальные вот такую пачку серый да это вот она же вот industrial grey вот вот это я заказала чем-то на сайте я заказывала не было вот такого микса вот если мне серая была нужна поэтому серую я заказала вот она серая бумага вот буду на ней рисовать эта бумага у меня по-любому не пропадет она такая очень плотная хорошая но не то что прям очень 180 грамм но в принципе кэнсон он тоже он 160 вообще грамм да на метр кэнсона которые в основном рисуют вот но я сейчас в общем очень активно занимаюсь портретами поэтому мне такая бумага очень нужна и на мне очень быстро расходуется на всякие всяческие разные пробы и вот такая синяя мне еще бумага нравится такой синие еще хочу попробовать очень интересно что это будет но вот это вообще какая-то странная прям темно-синяя ну не знаю короче попробую и покажу что да как вот ну цвета вот вы видите да темно-синий средний синий и вот этот серый единственное здесь опять же дофига вот этих белых вот в этом миксе но микс я взяла чисто чтобы вот эти все цвета которые я редко использую кроме серого серый я постоянно использую а все остальные просто попробовать интересно же и здесь вот очень толстый вот этот вот классный то есть вот эту вот штуку вот эту вот можно будет использовать как когда я мне я истрачу уже все эти листы я буду могу использовать вот эту вот картонку как планшет на пленэрах это очень удобно потому что картонка она легче чем все остальное чем допустим орг стекло которое я дома использую как планшеты или у меня еще есть планшеты из такой вот пенной такой черной штуки но немножко гнется а вот эту вот хрен загнешь посмотри как она толстая вообще просто вообще я думал сначала это еще бумага серый но нет это очень очень твердая картонка прям класс вот и еще одно приобретение у меня это вот такая пастельная бумага тоже на том же сайте где херу не ломила кто-то попробовать очень интересно какие тут цвета что же все как она была к тому же черная пятница под ценам черной пятницы соответственно я взяла попробовать оба потому что я не пробовала рембрандт это именно пастельная бумага да вот она ну она немножко так сотами в принципе да то есть я надеюсь на будет более гладенькая нет она более так а сотами идет белая вообще от кому нужна белая пастельная бумага трендец этот серый кстати классно такой светленький серый этот желтый ничего такой серо-желтый ну вот этот конечно уж очень-очень светлый а этот уж очень яркий короче из вот этих цветов мне понравился вот этот цвет классный такой цвет я очень люблю вот такой вот такой красивый цвет и серый вот этот желтый короче три цвета мне из этой пачки нравится ну как бы уже хорошо три цвета это светлые цвета называть это у нас темные цвета сейчас посмотрим что у нас здесь за темные цвета здесь у нас черный вот сюда хорошо черный темно-серый какой тоже классный ой вот этот цвет обожаю вот такой цвет прямо обожаю вот такой вот розово-серый это вообще класс а тут еще один такой же только более светлый вот эти за кстати вообще классный серенький голубенький короче вот темные цвета вот это мне вообще нравится здесь мне прям все нравятся 160 грамм ну обязательно них чуть нарисую покажу ну одним словом вот вот это мне склейка понравилась гораздо больше и если она когда она у меня кончится то я тогда если мне понравится бумага по составу по виду то я туда еще одну такую возьму ну пока что мне хватит что будем рисовать как видите это мои приобретение черной пятницы вот еще одно оттуда же с этого же сайта это страт морс я у них еще заказала пастельную такую но они написали что она у них прям кончик закончилась прям когда они стали посылку мне покрывать и они вернули мне деньги но зато вот эту прислали она гладкая вот это это не пастельная это бумага для я так понимаю всего но тут правда не написано для чего ну я на ней рисовала пастель и рисовала углем на такой бумаге у меня есть маленькая такая склейка а четвертая почти но чуть больше чем а4 она мне очень очень понравилось цвета просто фантастический вот такой серый вот такой вот вообще классный вот такой голубой прям с такими вот этот розовый вообще тоже мне нравится короче мне вот в этой склейке нравится абсолютно все цвета поэтому я ее вот такую взяла большую обязательно здесь что нибудь нарисую и вам покажу итак это была бумага то что я прибарахлилась в черную пятницу и еще я в боснии взяла себе новые карандаши вот такие вот это кантэ так это карандаши кантэ это уголь вот один был почему-то такой красивенький может быть какой-то старый такой красивый прям ну только один был почему-то такой остальные все вот вот такие может это какого-то старого завоза я не знаю но мне прямо такие бы гораздо больше понравились чего они тогда переделали дизайне не знаю как красиво написано вот этими карандашами я в основном вот сейчас рисую портреты вот я два портрета нарисовала и у меня вот видите сколько кончилось я только на последних двух портретах черно-белых таких вот в тоне да вот скажем так в углем стала использовать активно вот эти карандаши и вот сколько уже ушло поэтому я сходила в боснер и купила вот несколько штук б два б три штуки два б потому что два б и б у меня в основном х б х б и б два б вот и б тоже использую что аж он слишком твердый и он вообще практически не не используется вот поэтому я взяла два б б три штуки два б и один х б вот они они мне очень пригодятся потом я взяла вот такой карандаш думал думала что у меня такого нет у меня есть белый немножечко другой где он у меня кстати а вот а нет а у меня белый контей вот такой вот вот такой вот он у меня уже да вот он это как раз уголь был а это вот похоже просто белый пастельный но попробую я еще не пробовала у меня такого не было поэтому попробую не знаю что это еще еще пока не пробовала что это за карандаш ну могу прямо сейчас вот на какой-нибудь бумажке и попробовать по-моему я на какой-то бумажке уже пыталась его пробовать на серенькой ну можно вот такой там тонный танк попробовать бумажки да как он сколько он белый ну вот этот белее это прям холодный белый а этот более теплый то есть он явно просто пастельный карандаш но почему нет очень даже неплохо вот это у нас уголь так б так ну вот х б б 2 2 ну вот этот мне очень нравится такой красивый вот вообще классный короче вот что значит все карандаши одинаковые какой-то один другой так потом я еще купила вот такой крита color или нет а это кахенур у меня был такой пардон это у меня был амм вот такой крита color лайтинг тоже мне стало дико интересно что это такое типа он должен осветлять ну вот вроде как действительно осветляет ну вот хочу попробовать сейчас буду завтра рисовать портреты новые вот сам по себе он вот такой вот вроде как он осветляет ну вроде как действительно осветляет вроде ничего ну в общем попробую у меня такой есть штаблер вот он сейчас покажу вот это белый а это вот нет вот это вот белый вот это белый а вот это вот такой же осветляльщик вот ну какой-то прям твердый вообще штаблер я конечно им тоже его попробую еще пока не пробовала вот и вот какой-то новый интересный карандаш джаконда кахиноры такого раньше не видела у меня есть такой наборчик джаконда вот он вот ну я сюда уже свои конечно карандаши напихала но изначально в нем был вот такой вот негра карандаш это такое типа карбона что-то вот я его применяю там глаза реснички потому что он затачивается до очень тоненького состояния это вообще классно вот а это какой-то силки black вот такой же я сказала только немножко помягче очень интересно вот у них практически одинаковый да у них одинаковый номер вот восемьдесят восемь пятнадцать только это два номера этого три вот очень интересно видимо есть еще один в общем потому что вот например белый да вот восемьдесят восемь двенадцать два три и четыре один тоже у меня нет не знаю какой он вообще вот восемьдесят восемь ноль один ага ну короче то какие то такие номера у него есть очень интересно и так вот это я в боснине купила такой он правда грязненький надо попробовать это хотя это в принципе даже прикольно вот это скетчбук боснир такой квадратненький неплохой он был по специально цене потому что он такой вот покоцанный почапанный вот ну такие толпки и виски прям хорошая бумага мне понравилась поэтому я его взяла вот давно хотела взять что-то побольше чем чем вот это вот то да чтобы для таких путевых нарисовок вот вот такие да которые я обычно карандашами делаю вот для циги я была ну и так далее да карандашиками вот и вот насколько он больше да то даже можно может быть какой-то портретик даже нарисовать что-то как-то попробовать короче вот но еще до того как я была в боснире вот такой вот скетчбук себе ухватила я вот тут эти вот заказала по каким-то вообще очень маленьким ценам вот этот вообще стоил поменьше 2 евро я не знаю что это за цены видимо у них такая черная пятница вот сейчас я открою мне очень нравится вот эти вот альбомчики от крещен вот такой красивенький голубой у меня вот есть черный да есть еще белый который я еще не начала ну обязательно начну вот а это вот такой голубенький красивый такой думаю я голубой первым начну потом уже белый вот короче классный бумочек нравится мне вот класс ну я знаю какая бумага вот это мне стало просто интересно что внутри это брунзиль тоже он был по сниженной цене из-за черной пятницы и мне интересно очень что внутри сейчас посмотрим а он похоже с пунктами да сейчас посмотрим что внутри что внутри что внутри так это с пунктами понятно это чтобы писать да ну кстати тоже классно записки всякие писать пригодится тем более что стоило ну капец как недорого такой красивенький желтенький мне нравится короче использую вот потом вот ван гог мне стало интересно что за скетчбук ван гог выпустил вообще вот сейчас я его открою он такой красивый на спирали такая спираль прям внушительная вообще обложка какая приятная класс микс медиа между прочим микс медиа сколько сколько у него 160 грамм на метр вот вот видите здесь это сделано перфорация это очень классно мне нравится такое дело ну короче неплохой скетчбук вообще класс мне нравится вот красивенький синенький и красивый ван гог рулит короче так что оно больше не налазится ну я наверное вот это вот отрежу и сюда куда-нибудь приклею чтобы это было видно что это ван гог сидела вот классный скетчбук мне понравился и последний за тоже арт-креэйшн квадратный я хотела как раз квадратный и вот именно со спиралью вот просто я забыла что я его там заказала он тоже что очень недорого стоил сейчас покажу вот он арт-креэйшн 110 грамм на метр ну у него листочки тоненькие но зато какая классная у него обложка вообще листочки тоненькие да это вот короче таскать ну короче все пробовать на нем ну одним словом мне нравится вот 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 этот вот скетчбук стоил 2 евро 39 центов блин 2 евро 39 центов блин проехать на автобусе стоит по-моему дороже чем вот вот этот скетчбук ну классно же он такой красивый вообще вот а вот этот вот роза голубой вот этот голубой вообще стоил 1 евро 59 центов ну как вот вообще не взять да вот этот брунзил вот этот брунзил сейчас скажу сколько он стоил что я его не вижу секунду а вот он 5 евро он стоил вот блин вообще ну капец короче а вот этот вот вот этот вот микс медиа 629 ну как как я могла пройти мимо ну никак у меня не было шансов а вот этот стоил 6 в боснире ну вот собственно я поэтому и прибарахлилась вот этими всеми скетчбуками так что у меня теперь рисую не перерисую и вот это все буду с собой таскать наверное начну вот с этого потому что у него листы прям реально самые плотные не знаю сколько здесь грамм на метр тут не написано было потому что он был последний и вот такой без обложки без ничего видимо это такой рекламный экспонат который стоял на ну на витрине его все лапали и мацали и вот я его купила по дешевке короче вот вот на этом буду пробовать теперь все это у меня уже тот на котором я ну вот всякие скетчбоксы да на котором я был я уже весь практически пробовал вот и попробуем микс медиа вот этот вот от ван гога класс короче не жалко вот самое главное что такие скетчбуки мне жалко потому что они реально недорогие ну вот евро пятьдесят девять ну блин мороженое стоит евро двадцать шарик вот такое мороженое стоит евро десять евро двадцать в разных просто мороженицах по-разному ну блин вот как ой или я что-то не понимаю в этом мире или я не знаю как вообще оно все это действует трындец какой-то одним словом спасибо за внимание если вам интересно оставайтесь на моем канале я покажу в следующем видео в одном из следующих видео какую я себе купила подарочек на рождество тоже на черную пятницу так что очень интересная штука классная вообще еще пока не пробовала но попробую обязательно и покажу очень классная штука так что будет оставайтесь со мной подписывайтесь на канал жмакайте колокольчик чтобы видео новые не пропускать ставьте лайк ну поставьте уже что вам жалко что ли пожалуйста ну что ну человек старается поставьте ладно шучу всем пока всем пока вот вот вот